Друзья, у нас сегодня тема эфира. Нумерология. Вы сможете задать любые вопросы про волнующие вас числа нашему профессиональному нумерологу, чей курс стартует уже сегодня вечером. И заодно после курса я с удовольствием, после интервью с нашим замечательным преподавателем нумерологии, я с удовольствием расскажу вам про татуировки для знаков зодиака. Татуировки для знаков зодиака — это будет наше второе видео. Скорее всего, за час, сейчас уже Инстаграм блокирует время, поэтому за час мы пообщаемся по нумерологии, а потом на второй час пообщаемся про татуировки. Вот, татуировки многих очень волнуют, символизм, как это бить, что делать, чем они могут помочь. Вот про это, собственно, мы поговорим после нумерологии. А сейчас у нас с вами общение с замечательным преподавателем курса нумерологии Юрием. Вот, Юрий учится у меня натальной астрологии, но до этого он уже прошел очень много различных курсов касательно своей любимой науки нумерологии. Я заметила, что мужчины вообще больше любят нумерологию, чем астрологию, потому что это более точно, ну, как бы меньше поля для фантазии и образов, больше к точности и расчетов. Тем не менее, именно Юрий больше склонен рассказывать все образами. Привет, друзья! Максимально раскрашивать информацию, да, так скажем, подавать ее интересно, вкусно. И главное, что он очень любит, ну, он такой дамский угодник, я бы так сказала, по-хорошему, в хорошем смысле, что о студентах он очень готов заботиться. Курс действительно рассчитан в большей степени на женщин. Вот, и для тех, кто вообще ничего не понимает в астрологии, в нумерологии и совершенно ничего не смыслит в этом. Я задам ему сегодня интересные вопросы. Он, кстати, между прочим, вот Юрий присоединился немножко, по-моему, был лесником, как он говорил. Ну, посмотрим, я спрошу и об этом. Давайте я представлю еще раз Юрия, что прошел он курс по нумерологии «Профессия нового времени», прошел курс «Мастер нумерологии», курс «Консультант нумерологии» с 2007 по 2012 годы. Проходил ряд тренингов по психоанализу, искусству управления энергией. Практикующий нумеролог, официальный стаж уже более трех лет. С 2005 года постоянно проходит тренинги по коммуникации и целеполаганию. Ну, в общем, мужчина, который знает толк в том, о чем будет с нами сегодня говорить. Я очень люблю нумерологию, я просто безумный фанат, но я, к сожалению, в ней не разбираюсь, так как предлагают классические источники. Я, по большей части, интуитивно что-то знаю о числах и тоже с вами поделюсь сегодня своими предположениями о некоторых числовых рядах. Вот, вообще матрица, весь наш мир матрица, и знать эти числовые повторения, это очень важно, мне кажется. Давайте, в общем, пригласим Юрия. Сейчас, секундочку, Юра, подай, пожалуйста, запрос на эфир, чтобы я тебя вывела в... А вот, я тебя уже... Так, прекрасно. Проходи. Юрий – это одно из моих любимых имен среди мужчин, потому что все мои близкие мужчины с ним связаны. Привет. Я тебя чего-то не слышу. Здравствуйте, Катерина. О, все, отлично. Вы как всегда прекрасно выглядите, у вас прекрасный вкус. И мне будет очень приятно прийти с вами этот прямой эфир. Спасибо большое. Прекрасно. Юра, давай расскажем быстро о курсе. Но вообще информация у меня в сторис, если что, по ссылке есть. В общем, у нас будут уроки... Сегодня уже начнется первый урок в понедельник, 18.00 по Москве с Юрой. Все остальные занятия будут проходить по понедельникам. 18.00 по Москве и по четвергам будет практическое занятие, тоже 18.00 по Москве, чтобы удобно было после работы. Занятие длится 3 часа, а сам курс 4 месяца. Всего 36 занятий и последнее занятие будет 13 октября, получается. Но все останется с вами в записи, вы сможете в любой момент прибегнуть к этим материалам, пользоваться ими, все в активном доступе, так скажем. Максимальный срок проверки домашнего задания у нас написано 3 месяца, но на самом деле, я так понимаю, что ты собираешься делать это быстрее. То есть я имею в виду, что ты... И речь идет о том, что ты домашний будешь проверять постоянно сам индивидуально, но момент такой, что если человек не сдал это вовремя, ну то есть он домашнее задание решил сделать через пару месяцев, вот, когда курс уже начался, ты все равно его проверишь. Ну, по крайней мере, в течение трех месяцев готов за любой урок его проверять. Это здорово, это да, по нашей школе. Так, сертификат, конечно же, выдается всем, кто закончил, и для получения диплома надо будет выполнить все домашние задания и сдать, соответственно, Юрию. Все серьезно. Ну и, конечно, этот курс полон методических материалов, видеозаписи уроков и чат с преподавателем, который, я уверена, будет очень активно с вами взаимодействовать. Так, Юра, расскажи, пожалуйста, давай я тебе задам некоторые каверзные вопросы о тебе, чтобы больше представить. А, дорогие друзья, вы пока думаете, что спросить такого интересного про нумерологию, про повторяющиеся числа, которые вы видите, про значение каких-то чисел, что значит ваша дата и так далее. Мы можем выборочно на некоторые вопросы постараться ответить. Чем твой курс отличается от других подобных? Нумерологических курсов очень много, как ты знаешь. Да, есть такая вот Джулия По, между прочим, очень известная, там, все к ней идут. Вот чем ты лучше, почему надо идти к себе? Дело в том, что мой курс, он не просто про числа, про трактовки. Этого, как вы правильно отметили, очень много. Мой курс, в первую очередь, это про трансформацию человека, потому что мы будем очень много практиковать. Когда человек практикуется на своей дате, на каких-то инструментах, он познает себя. И от этого происходит очень глубокая трансформация. Тем более, сегодня 13-е число, и на днях я проводил эфир по 13-му часу. Я объяснял, почему эта трансформация, какие есть образы и предпосылки к этому. Поэтому первое, вы, дорогие друзья, придете через свою глубинную трансформацию и сделаете свою жизнь лучше. Второе. Да, извини, что перебиваю. Насчет 13-ти просто небольшое дополнение. Я могу сказать свое наблюдение на сему этого числа, просто потому что у меня муж, он помешан на числе 13-ти. Вся его семья, она прям завязана на это. У меня в гороскопе управитель седьмого дома Плутон, он в 13-м градусе связан с этим. Так вот, число 13 также американское число. Как ты знаешь, 13 стрел у них там на флаге, ну, с орлом и 13, по-моему, этих ветвей. Так вот, суть такая, что 13 означает основание нового, мне кажется. Потому что 12-е это полное завершение, то есть этот цикл закончился. Типа 12 звезд на Евросоюзе в Старом Свете. Все, они как бы полноценны, то есть больше ничего им не нужно, у них все есть. Но 13-ть это те, кому не хватило того, что есть, и они решили создать что-то с нуля, что-то свое, основать с полного как бы основания. То есть это люди, которые родились 13-го числа или у которых есть 13 в дате рождения. Мне кажется, они призваны, чтобы вывести род в новый свет. Ну, знаешь, как основать новое какое-то поселение своей семьи. Вот, собственно, так произошло у моего мужа. То есть он мигрировал и начал, перевез туда семью, как бы, и начал новую совершенно жизненную месть. Это как из старого света в новый свет. И начать заново собирать эти 12. Типа вот. Ну, мне кажется, это как-то так. Извини, извини, что перебила. Но мне кажется, это интересный инсайд. Это очень хорошее дополнение по поводу того, что обосновать новое. Потому что 13, оно, если мы сложим 1 плюс 3, мы же получим 4. А это как ножки стола, условно говоря, то, что очень прочный, прочный фундамент. А новое можно обосновать только на прочном фундаменте. Если фундамент будет плохой, вы сами понимаете, ничего хорошего из этого не выйдет. Это точно. Вот 31 спрашивают, это же тоже 13. Да, зеркальность чисел очень большую роль, мне кажется. Но только 31, оно немного другое обозначает. 31, это уже больше праздник. Это уже больше такое число разума, число творчества для людей. Ну, например, Тамада, яркий пример числа 31. Любой Тамада на любом празднике, вот перед вами число 31. Потому что человек подходит творчески ко всему для кого? Для один, для людей он подходит. Ну, и, конечно же, из этого получается некий такое праздничество в каком-то пространстве, число 4. То есть где-то, ну, если вы в свадьбу же играли все, то есть где-то там в помещении каком-то, на улице. Ну, вы же как бы, понятно, что имеете такое основание там, где вы находитесь. Ну, да, это интересно. Но с другой стороны, знаешь, 31, это же тоже завершение месяца. И снова начинаем сначала. Так же, как 12, это завершение цикла, и 13, снова начинаем сначала. Вот, поэтому я думаю, что все-таки какая-то зеркальная связь между числами есть. Я тебе объясню, почему я зеркальность очень часто читаю как идентичность. Дело в том, что энергия чисел в гороскопе, она тоже очень важна. То есть имеется в виду, что градусы планет, то есть вот у тебя есть там Солнце в 15-м градусе. 15, это тоже чисто нумерологически надо читать. То есть, например, те, кто сейчас вот знают астрологию, они могут пойти на этот курс и узнать числа не просто как, типа, сами обращаться с ними, но и для гороскопа. Они могут градусы потом так трактовать. Так вот, суть в том, что 15, это будет как 15 лет, даже буквально так проигрывается, что Солнце будет в 15 лет очень активно. То есть 15-й градус, 15 лет, это так и работает. Но еще активнее и будет аналогичный возраст 51. То есть переворачиваем число, 51. Это очень, ну, действительно работает. То есть сколько я смотрю карт, очень ярко выражается планета в эти возраста, даже зеркально. Вот. Ну и, конечно, их значение как раз, я думаю, ты и сможешь определить. Как бы это дополнительно для астрологов тоже очень полезный курс. Помимо того, что это нумерология сама по себе. Как бы она интересна. Вот. Но, кстати, курс подходит абсолютно всем, кто даже ничего не понимает ни в астрологии, ни в нумерологии. Поэтому я знаю, что Юра будет обсуждать это с нуля. Итак, ты сказал, что будет очень много практики, и он будет отличаться от других подобных именно этим. А с чем еще? Может быть, что-то еще такое? А с чем еще? Друзья, вы сможете стать сами себе специалистом по нумерологии. Я думаю, что каждый из вас в жизни принимает какие-то важные решения. Купить квартиру, продать квартиру, построить отношения, переехать в другой город, выбрать имя ребенка, выбрать там дату важного подписания договора, но даже выбрать дату зачатия ребенка, вы сами сможете это для себя сделать, потому что вы будете понимать, как это работает, вы будете понимать главное, это механизм, как это действует. И еще момент важный, чем курс будет отличаться, это тем, что благодаря такой очень интенсивной практике вы сможете в легкую стать консультантом нумерологии. Вот даже если вы новичок, даже если вы астролог. А если астролог, это тем более для вас большой плюс будет. Вот Катерина очень грамотно отметила про образы, про то, как это влияет. Конечно, я еще только новичок в астрологии, и пока вот так глубоко не понимаю пока что. Ну, понятно, что... Астрологию, но в нумерологии это связь. Астрология и астрология. Да-да-да-да, поэтому, друзья, здесь уже момент такой уже будет важный, что вы для себя сможете стать консультантом, для себя, для своих семей, для своих подруг. Потому что я с чем столкнулся, когда стал заниматься, очень многие знакомые сразу, расскажи нам, расскажи об этом, расскажи о том, ты там занимаешься этим, ты занимаешься тем нумерологией. И я там познакомилась с парнем, что он нас с ним ожидает, расскажи, вот там моя дата, вот его дата, вы сами сможете это все делать. Вот, поэтому момент такой. Это интересно, согласна. Ну, здорово, слушай, хотела вот спросить тебя, ты говоришь, что трансформация сейчас это не... Ну, то есть такое вот... Ты рассказывал про трансформацию в 13-го, про 13-е число, да, и ты говорил, что сейчас непростое время. Вот сможет ли твой курс помочь человеку прожить какие-то страхи, вселить надежду на лучшее, вдохновить и, может быть, какое-то дать внутреннее спокойствие, что... Плюс возможность прогнозировать вообще, что будет, что все живут сейчас мыслью, а что будет дальше как бы. Конечно же, может, но, конечно же, мы начнем с того, что будем заниматься собой. Я убежден, что когда человек занимается собой и для себя сначала решает свои какие-то задачи, вопросы, после этого он может заниматься уже и другими. И страхи уходят почему? Потому что появляется уверенность. Человек знакомится через различные инструменты нумерологические сам с собой. То есть он познакомился с этой своей стороной, узнал свои сильные стороны, узнал свои таланты, узнал свои слабые стороны, на что надо просто обратить внимание. Слабая сторона, это не значит, что это какая-то ущербная, это просто надо обратить внимание. А может быть, это будет вашей точкой роста. Это как вектор развития такой. Вы это развили, и жизнь играла новыми красками. То есть от этого у вас вырастет уверенность, у вас появится внутренняя энергия. Вы начнете больше как-то к себе относиться с вниманием, потому что этот курс будет на вас полностью направлен. А значит, страхи уйдут, уйдет прокрастинация в прошлое, и больше появится времени для творчества, энергии для творчества. И уж будьте уверены, друзья, у кого будет запрос по профессии, приезжий человек, чем не заниматься, после курса 100% гарантированно вы обретете новую профессию. Здорово, потому что сейчас тоже время такое нестабильное, и иметь в запасе какие-то навыки, которые позволят прокормить себя независимо от кого, это хорошее время для этого. Слушай, а расскажи о ярких каких-то кейсах в твоей профессии. Вот ты как консультант, я так понимаю, практик, много людей, многим помогал. Вот как что-то запомнившееся из практики у тебя есть? Есть. Я проводил большое исследование среди людей, среди бывших клиентов, которые были там полгода назад, год, полтора, и спрашивал, что у вас поменялось после консультации со мной. Вот прямо до и после. И, знаете, почти все отметили, что были изменения, а самое яркое было то, что кто-то вышел замуж, кто-то переехал в другой город, кто-то избавился, наоборот, от тяжелых абьюзивных отношений, кто-то закрыл первый кредит, то есть заработал, точнее, заработал первые деньги и закрыл кредит. То есть ушел в совсем другую профессию, другую. Кто-то выучился на психолога и сейчас занимается психологической консультацией. Кто-то стал нутрициологом, говорит, я вот давно хотел... Хорошо, а как это связано с цифрами, ну то есть именно с нумерологией? Ты как-то им объяснил, как правильно подбирать дату для того, чтобы что-то делать? Или, допустим, они как-то разобрали себе, что повлияло? Связано это тем, что нумерология, вообще любые числа, это энергии, которые есть в человеке. Вот когда человек рождается, у него есть потенциал. Числа показывают данный потенциал, данную энергию. И когда я объясняю человеку, я ему, конечно, не рассказываю, какие вот у вас число такое, оно значит такое, я такого не говорю. Я сразу вот прямо вот по вашему запросу могу сказать, смотри на число и говорю, вот это, это, это. У вас есть направление жизнедеятельности. И как вот у вас в астрологии есть этажи. По-лижнему этажи. Вы можете быть такой-то профессией, средней, такой и самый верхний, вот такой. А человек, я вот заметил такой момент, что жизнь человеку давала уже ранее такие возможности, или мысли у него такие возникали уже. И человек очень часто мне говорил обратную связь, ну, а я как раз думала об этом, а я как раз училась на это. Ну, то есть подтверждение идет в мысли, да. В астрологии это полезно. Да, именно. Это здорово, но я рада, что есть такой инструмент дополнительный. Мне кажется, просто нумерология могла бы подтверждать какие-то астрологические даже моменты. То есть, например, ты не уверен в связи планет, как она трактуется, и тебе нумерология еще дает несколько подтверждений тому, что ты узнал с помощью той же астрологии, или Таро, допустим, да, кто чем оперирует. То есть, когда у тебя в запасе несколько инструментов, ты более уверенно консультируешь. Хорошо, а скажи, пожалуйста, вот ребята спрашивают, значит, был вопрос про курс, сколько он длится. Он длится 4 месяца, ну, и у вас будет возможность, в общем, оставаться с материалами долго. У нас гарантия 3 года хранения материалов, но вы можете их скачать себе. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что алфавит спрашивает. Вот как ты рассчитываешь, ты рассчитываешь алфавит? То есть, значение букв тоже есть свои цифры. Конечно, рассчитываю. Причем алфавит бывает украинский, это один вид алфавита. Алфавит бывает английский, алфавит бывает немецкий. Конечно же, алфавит бывает русский. Я беру значение от 1 до 9 по образу планет и делаю табличку. Допустим, А это 1, ну там B 2, B 3 и до 9. А дальше снова там число следующее, я на память не помню, там снова 1, 2, 3 и так до 9. И таким образом я перевожу буквы. Это один вариант, и мы будем на третьем занятии с вами проходить такой инструмент, как квадрат энергии. И там мы с этим познакомимся, друзья. То есть, что ваше имя вам дает, какую энергию ваше имя вам дает в осознанном возрасте, и какие новые энергии открывает для вас. У нас будет тема квадрат инклюзий. Это ваши родовые все знания, опыт. И ваша фамилия, имя и отчество также будет переводиться в число. А второй вариант... То есть, можно подобрать имя ребенку. Вот меня часто... Да, конечно же, можно. Конечно, то есть, если мы знаем дату рождения потенциально, то есть, когда он родится, мы знаем уже пол ребенка, да, современные технологии это позволяют. Следовательно, мы можем сделать так, что у ребенка в определенный момент его жизни, это 18-20 лет в осознанной, его личность, то есть, имя его по личности включится, и у него будет полностью заполненный квадрат энергии. То есть, его, ну, грубо говоря, все дороги будут открыты, если так образно сказать. То есть, все перед ним будет. Он будет очень наполненный такой жизнью жить. Конечно же, можно, дорогие друзья, это сделать. И ты научишь, я так понимаю. Да, конечно, конечно. У нас будет отдельная тема. Потому что в астрологии определение имени – это довольно сложная тема, и она не очень однозначная. Она имеет, конечно, свои нюансы, типа, по астероидам там можно ориентироваться, можно какие-то общие значения имени предполагать. Но в целом, конечно, легче это делать как вот с магией, которая с этим работает непосредственно. А это нумерология. А можно я пример, личный пример просто приведу по имени? Давай, конечно. Мы об этом тоже будем говорить. Мое имя дает мне число 5. Это сердечность. Ну, по карте энергии, если мы смотрим с вами. И знаете, когда мне исполнилось 19 лет, я пошел в психоанализ. Вот так случилось. Я даже не планировал этого. Но мой будущий наставник, он очень духовно высокоразвитый человек. Это переводчик книги Лао Цзи, один из переводов. Это очень глубокий человек. Он мне постоянно говорил, вот ее фраза коронная была. «Юра, открывай свое сердце. Живи с открытым сердцем». Вот его фраза была. Мне тогда было, конечно, 19 лет. Я про нумерологию ничего не знал. Но имя-то это дало, и я понимаю, какие другие возможности. В эмпатии это дало, что. То есть вот эта пятерка как связующий элемент. Мне это пришло из имени. Я это на себе могу сказать. Ну, кроме того, конечно. То есть будь открыт к возможностям, спонтанности, доверяй миру. Как мы говорим, для Солнца, Луны в обители то же самое. Типа будь открыт к любви, да. То есть принимать ее. Да, это интересно. Здорово. Ну, то есть, в принципе, согласны, что имя, оно огромное значение имеет. Я бы сказала еще со своей позиции. Я сейчас очень сильно изучаю родовые всякие сценарии. Вот у меня эта теория. Я заметила, что, помните, собак называют, между прочим, по имени, там, несколько берут слогов от папы, слоги от мамы, собирают, и получается имя животного породистого. Это тоже все не случайно. Даже у животных так вот интуитивно получилось, те, кто этим занимается разведением. У людей тоже огромное значение, на самом деле, имеет имя папы для девочки, мамы для мальчика и их, соответственно, бабушки по папе для девочки и дедушки по маме для мальчика. Это объединение энергии имени дедушки и мамы для мальчика. То есть, например, маму зовут Валерия, да, маму зовут Валерия, а ее папу зовут Виктор. И вот если вы назовете сына, какие-то там будут слоги из вот этих двух имен, да, Виктор и Валерия, ну, например, это такое вот, ну, собирательное, может быть, Венедикт какой-нибудь, да, Венедикт, потому что Валерия, вроде буквы В, там, Икс, вот этот Виктор и так далее. То, в принципе, ребенок будет правильно настроен, он будет продолжать те энергии, которые он должен продолжать, у него не будет путаницы определенной в своей самоопределении, потому что он и должен идти по этому ряду, и у него все будет легче складываться. Я могу сказать по себе, даже мое имя, это составное, да, из имени отца для девочки и его матери. Бабушка у меня звали Нина, а папа у меня зовут Андрей. И вот мое имя Екатерина, это соитие вот этих двух, как бы, таких звучаний, оно дает энергию, то есть бабушка мне передает свою силу, она была очень такая мощная женщина. Ну, и мой отец, соответственно, как следствие, передает мне свою, и я продолжаю в делу. Конечно, есть варианты тоже там по родственным связям, как можно с этим поиграть и во что это может вылиться. Ну, то есть это подробно. И вот нумерология, я думаю, она тоже может, вот я тебе рекомендую, как исследователь, я знаю, что ты тоже исследователь, проверить влияние имен нумерологических вот этих родственников на своих потомков. То есть и как это нумерологически совпадает или нет, и что совпадает. Вот, так, давай следующий вопрос. Скажи, расскажи, значит, в любом случае четыре девочки, все равно Аксинья вы можете назвать, соответственно, их, это все тоже аналоги друг друга. Вы тоже берете разные просто имена, допустим, отца, разные формы, его имени, разные слоги оттуда и разные слоги от имени его матери. Ну, и, конечно, вы можете еще оперировать прадедушками для девочек, прадедушки, то есть отец, матери, отца. Вот, тоже можно использовать его энергией. А еще братья отца и мужья, сестер отца тоже могут идти в этой парадигме. То есть тут вариантов, на самом деле, не все так однозначно. Можно разгуляться по-хорошему. И, по-хорошему, тут гороскоп тоже, вот эти последовательные знаки Зодиака тоже будет играть роль. Мне интересно, как нумерология может расширить это видение, поэтому вот тебе задание поисследовать эту тему. Слушай, вот вопрос такой. Пожалуйста, расскажи, как ты вообще пришел к нумерологии? Потому что мы об этом не говорили еще с тобой. Значит, дело в том, что вообще я был всегда ярым скептиком всего этого. И астрологии, и нумерологии. Я думал, какая-то фигня, это все. Человек вообще сам хозяин своей судьбы, он сам кует свое счастье и так далее. Я, конечно же... Это так, он кует, это правда. Это все, нет, это правильно. Я же не говорю, что человек лежит на диване, уйдет потолок. Конечно. Но есть такой нюанс очень важный. Я в своей жизни очень много пытался всевозможные делать бизнесы, проекты, но это всегда все шло крахом. И последней точкой стал момент, когда я занимался очень крупным проектом, там, по линии Министерства здравоохранения, очень был серьезный проект, и я помню, какое дикое фиаско я просто потерпел. И тогда я стал задумываться вообще, чем еще в жизни занимаюсь. А куда я вообще иду? То есть, Министерство здравоохранения, ты изучал болезни или что-то, что это? Значит, я поясню. Это программа от Сибирского федерального центра здоровительного питания. Называется она «Здоровое питание и здоровье нации». И мы очень много трудились с администрациями, со школами, с управлением образования. И в Архангельске был очень большой такой форум врачей всей Архангельской области, официальный. Я очень хорошо помню этот момент. Я тогда очень жестко еще заболел, и мне было очень тяжело. И в этот же самый день так случилось, что у меня была консультация моя первая по нумерологии. Я, если честно, дико боялся, но я пришел впервые вот к даме, к человеку, и заплатил тогда пять тысяч, и, в принципе, я готов как бы платить хорошие деньги хорошему специалисту. И я помню, как консультация прошла два часа на одном дыхании в онлайн. Мне было очень тяжело, я вообще болел, я постоянно пил воду, мне было плохо. Но тогда человек мне сказал, первое, про лесничество. Говорит, Юрий, вы лесник, мне это дощелкнуло в голове, что с одиннадцатого года я уже участвовал во многих проектах в Вологде по восстановлению парков, скверов, высадке кленовых аллей, и много чего было, одним словом. Там дубы сажал, и чего только не было. Второй момент, она сказала, что у вас большая предрасположенность к астрологии, часу и таро. Вот меня тоже тогда удивило. Ну, старой был знаком со школы, так очень, ну, так знаком это на любительском уровне. У тебя мама занималась? Нет, я как-то сам к этому, как-то увидел книгу на полке по таро, купил, и как-то заинтересовался. Была маленькая такая карманная колода, маленькая, она вмещалась в карман. Я учился в школе, даже когда надо было там какие-то вопросы, раз, там карты вытащил, посмотрел. Но это так, я считаю, это было несерьезно, я считаю, это было так. Потом я это все забросил, и момент такой, что в нумерологии я просто увидел себя со стороны. Я увидел, сколько ошибок я в жизни совершал. А ошибки – это дыры, куда утекают наши деньги, наше здоровье, наше счастье. Все, что вы хотели бы из-за наших ошибок. Я понял, сколько я совершал ошибок, допустим, до той же благотворительности. Я занимаюсь с 17-го года благотворительностью, 10% своего дохода, куда-то направляю всегда. Сейчас это строго. Дом малютки, это уже не один год уже так. На памперсы – это всегда любой доход. Поэтому, когда я увидел себя со стороны, я подумал, вот это круто. Это круто, что можно прийти к человеку раз, не ходить, не искать ничего, и понять свое предназначение. Пойти туда, как бы это было бы непонятно. Это было бы неизведанно, это все. Но я стал это делать. Я стал целенаправленно искать. Где я могу сажать деревья? Где я могу сажать леса? Кому я могу помочь? Я сам это все стал делать. И потом привелся питомник. Я понял, что да, как здорово, что тогда я пришел к нумерологии. А дальше та дама набирала занятия. Я не знаю, сейчас она набирает или нет. Мы давно не общаемся с ней. Я пришел на занятия к ней на первый курс. Я купил у нее сопровождение дорогое по духовному развитию. Чем я несказанно просто рад, сколько практики я получил. Просто море всего. Узнал о себе очень многого всего. То, чего я раньше даже не подозревал. С моим раньше материалистическим мышлением, финансовым мышлением такого я даже представить себе не мог. Поэтому после этого я решил, я хочу стать так же. Я хочу стать мастером. Когда ко мне приходит человек, я хочу дать ему такую рекомендацию, чтобы он изменил свою жизнь. Чтобы он сделал и получил результат. Вот что для меня было всегда важно. Я сам через это прошел и сам таким же стал. Ну, вот так вот и пришло и нумерологию. Здорово. Ну, это очень круто, потому что получается, что, ну, ты вообще забросил, да, можно сказать, свою какую-то официальную деятельность ради леса и ради экологии, ради вот эзотерики. Слушай, а связь вообще, ну, как бы, так скажем, как получается, что есть вот эта вот связь с профессией лесника, с профессией нумеролога? Есть ли вообще какая-то связь с природой? Да, связь есть, она очень глубокая и, возможно, некоторые выйдем неочевидные. Дело в том, что, когда я занимаюсь, допустим, питомником, да, когда растет много-много растений, деревьев и семян, ну, это знаете как, я, конечно, не знаю, что женщины испытывают, когда детей рожают, но я думаю, что чувства очень схожи. Когда я вижу результат своих трудов, меня это очень сильно наполняет, вдохновляет. Вот, даже в питомнике всегда состояние очень становится умиротворенным, бегство ума замедляется очень сильно, то есть сознание очищается. И когда я провожу консультацию, я же не просто рассказываю о каких-то трактовках, в первую-то очередь я рассказываю о образах и об энергиях. А чтобы этим заниматься, нужно, чтобы сознание-то как раз было чистое. Ну, условно говоря, ну, я думаю, кто такие медиумы, вам и так прекрасно знакомы. Вот я в некотором роде являюсь медиумом, то есть проводником пространства. И когда человек приходит ко мне, он, с одной стороны, конечно, приходит ко мне, как личности, да, тело личности, Юрий Багрянов, в теории мужчины. Но, с другой стороны, я же рассказываю не от себя, не от трактовок, а я рассказываю о человеке, о его, то, что мне приходит образно. Да, совершенно верно. И вот природа позволяет, остановив бегство ума, сонастроившись с теми вибрацией, подняв эти вибрации, потому что они там выше все равно в любом случае, позволяет мне как-то более эффективно взаимодействовать. Вот поэтому связь и есть. Прикольно. Ну, на самом деле, понимаешь, ситуация очень интересная в плане того, что природа, с точки зрения Юнга, Юнг, он был великий, да, такой консультант людей душ, он раскрыл вот этот мир бессознательного. И он сам всегда говорил, что мужчине просто необходимо заниматься единением с природой любыми способами. И он на пляже собирал камни, строил что-то вот руками из этих материй. Почему? Потому что природа, анима, это анима для мужчины, его внутренняя женщина. Он через нее может, она становится его проводником в мир бессознательного. Вот в этот мир, откуда мы берем все свои инсайты про какую-то личность, да, коллективная вот эта вот информация. И, соответственно, ты через природу действительно подтягиваешь к себе этот поток. Это очень круто. Вот женщинам это не так принципиально. Если женщина будет заниматься природой, это просто ей для ее женского развития. Но она должна идти в мужскую энергию. То есть, чтобы раскрывать, иметь связь с потусторонним миром, она должна быть мужчиной немножко. То есть, она должна своего внутреннего мужчину занимать мотоциклы, там, я не знаю, какое-нибудь там общение с мужчинами. Какой-то мужской характер, там, ну, кто-то сигареты курит, это тоже мужской, типа, табак. Ну, там, какие-то связи через вот, ну, это такие низкие вибрации, скорее, через мужское дело. И, конечно, тогда ей тоже открываются вот эти интересные потоки. Я, например, спорт обязательно, да, то есть спорт, там, забраться в какую-нибудь гору, прыгнуть с парапланом. Это мужские смелые поступки. И тогда вот этот мужик, он тебе открывает, внутренний мужик открывает мир бессознательно. Вот это интересно, да. Еще можно добавить еще по природе. И в девятнадцатом году, когда я стал всем этим так подробно заниматься, тоже я делал практики на природе, погружение. И мне всегда интересна была тема прогнозов, потому что я жил всегда в Бедно. И всегда было интересно вот эти курсы долларов, всего остального. И было интересно, а что будет дальше. Так, в девятнадцатом году, я не буду все тут рассказывать, но я скажу, что очень много видеообразов даже того, что происходит сейчас. Ну, вот эти все события, я, допустим, понимал, что, допустим, вырастет курс доллара, например. Я покупал доллары, хотя все говорили, так делать не стоит. Вот, я на этом, допустим, мне это принесло большие дивиденды, допустим. Потом меня приглашают, допустим, во всякие там инвестиции, там, Тинькофф инвестиции, вот это все, там, покупать акции. Я говорю, нет, будет обвал, нет, люди будут с пустыми карманами. Мне прямо образно это было. Пандемия, интересно, проигралась, люди с одинаковыми лицами. То есть, я говорю, почему-то у людей лица одинаковые, у всех лиц, ну, то, что масочный режим. Но я не буду сейчас текущих событий касаться, вообще даже говорить не буду. Да, это опасно. Не буду ничего говорить. Но я могу сказать, что в течение 2020-2021 года, у меня есть видеоролики на YouTube-канале, каким будет год 2021-2022. Можете найти, дорогие друзья, и посмотреть, сами оценить, на сколько что сбылось. Я скажу, процентов на 80 сбылось, и то, что сейчас оно сбывается. Конечно, я рассказываю образами, конечно, больше. А скинь мне ссылку, я не видела, я добавлю в телегу тоже, посмотрите. Скинь, оба видеоролика. И, значит, наши зрители сами оценят, уже сами примут решение и сами идут в обратную связь. Здорово. Ну, потому что, да, вот, то есть, получается, с помощью нумерологии тоже можно прогнозировать и такие глобальные события какие-то, да? Конечно, конечно, можно. А ты будешь какую-нибудь практику, практике давать по работе с образами на цифры, допустим? Знаешь, как на Таро там? Естественно, буду. Мы с этого и начнем, друзья мои, занятия. Вот сегодня уже, мы первые числа сегодня с вами будем именно с точки зрения образов рассматривать. Друзья, конечно, методически-то составлено. Там все написано, и я для вас подготовил. И общеизвестные там я для вас делал такие факты. Ну, вот, то, что мне... Да, Юра очень основательно подошел. Каждую нашу рекомендацию соблюдал по организации процесса. Так что я ручаюсь, что там все хорошо. Вот. Но, друзья, по поводу того, что я хотел бы сказать про образы. Вот, Катерина задает вопрос про образы. Мы сегодня же уже начнем с вами заниматься образами. То есть от нуля до двенадцати сегодня, я так подумал, разбить занятия. Мы с вами будем все цело их рисовать, смотреть. Вы сами скажете мне, что вы видите. И, конечно же, из этого вы легче будете запоминать все значения. Отлично. Ну, я думаю, что внимание будет... Так как обычно у нас на таких курсах немного людей, каждый получит максимум, я думаю, внимания преподавателя, чувствуя твою поддержку и отношение к этому. Слушай, а можно ли с помощью нумерологии, помимо вот того, чтобы прогнозировать, что-то понять, стоит ли строить отношения с тем или иным человеком? То есть тема совместимости будет ли она? Да, у нас будет, она, конечно, ближе к концу курса, она будет, наверное, на четвертый месяц. Но тему синострии я взял, очень подробно разобрал свой пример и моих, так сказать, неудавшихся отношений. Причем там я не буду вообще подаваться подробностям, но девушка тоже эзотерик. И когда я ей рассказал, показал, она говорит, вау. А я говорит, вот да, у нас же так все и было с тобой, вот так вот все и было. Ну, интересно, слушай, ну, то есть ты это сам этот метод придумал или ты его получил где-то, променил? Значит, когда меня учили, конечно, я сам ничего не придумал. Меня много чему учили, но мне никогда, допустим, не хватало практики. Я очень много искал всего в интернете, искал что-то похожего. Конечно, там 90% я все отметал сразу, потому что, ну, как-то мне это не откликается, не ложится как-то мне. Вот, и когда я стал изучать вообще литературу, классическую литературу, да, вот по нумерологии, я нашел, значит, книгу. Я, кстати, друзья мои, я вам ее прикреплю, и все книги я вам дам, там будет много всякой литературы. То, что я прочитал, то, что мне было интересно при подготовке курса вот ранее. То есть ничего не надо будет докупать? Ничего докупать не надо. И самое главное, сам это, ну, найти там можно много чего. А вот работает ли это, это вот самый ключевой вопрос. Я-то почему сделал на себе, что такой показательный пример просто, того, что именно. И мне же надо было еще мнение девушки узнать. Для этого надо девушку тоже не каждой подойти. Кто-то ведь скажет вообще там, ну, да нет, фигня там, ерунда там. Ну, не захочет по какой-то причине. А как же так? Вот смотри, ты говоришь, я очень хорошо понимаю, вот теперь как это. А то есть до того, как ты с ней начал отношения, ты еще не знал про все эти нюансы, да? Не знал, не знал. В том-то и дело. Если бы я знал, я много чего бы не делал бы. И теперь отношений у тебя нет вообще, потому что никто не подходит, или что? Нет, теперь просто я по-другому отношусь. Я знаю, что по нумерологии 25-й год для меня будет переломный. Ну, вот уже вот это уже грядет. И я знаю, что у меня будет поздний брак. Мы, кстати, будем периоды с вами, друзья мои, изучать. То есть каждый там, ну, формула есть. И на своем примере, то есть враг будет поздний. И я, скажем так, в этом отношении никуда не рвусь. Никуда не рвусь, не рвусь, что называется. А сколько тебе сейчас лет? Мне 34 года сейчас. Ну да. Вот, то есть осталось это, но вот. Ну что, здорово. Значит, то есть твое сердце свободно, как говорится. Да. Это прекрасно для преподавателя курсов. Я шучу. Ну, я шучу, это тоже магнит для учеников. Ладно, я шучу. Учениц. Шучу. На самом деле, это не значит, что нужно, да, это, пожалуйста, вне рабочих отношений, все нюансы. Конечно, на курсе я знаю, что ты как именно преподаватель в первую очередь будешь помогать. И естественно, естественно. Что касается вообще знаний, так скажем, ты опираешься на знания каких-то нумерологов, да? Вот кого, например, ты бы назвал своим учителем и своим авторитетом? Ты знаешь, если тебя не может быть сам учителем. Во-первых, когда нам давали, вот я там, когда учился, нам такого не давали какие-то. Нам давали инструменты, мы их изучали, давали методички. Но это все было, ну, скажем так, в формате такого, что, ну, дается инструмент, я его изучил, я его попробовал. А что-то больше не давалось. Я очень много искал сам. И, например, по одной из тем я нашел книгу Александрова. Вот, я вам ее дам. Значит, не надо ничего докупать. Это просто для вас. Это я нашел, как бы подготовил все. Вот. И я на ней, как бы по одной из тем, которые нам давали, попрактиковал, посмотрел, значит, правильно экспериментировал, исследовал и понял, что это работает классно. И поэтому я для вас ее дам. Вот одно из направлений я так. А вообще-то я, знания, которые я даю, они же очень долгие, как бы, ну, не долгие, а древние, я бы так сказал. Вот, например, взять тему жреческого квадрата. Вот жреческого, это же вообще вот там очень интересно, про эти слова 666 я вот пост писал в школе. Оно показывает силу ваших энергоцентров, ваших чакр. То есть оно показывает очень много моментов той же совместимости. Ну, то есть вот мы вот эти моменты будем с вами изучать. Ну, квадраты Туфакора тоже? Ну, да, вот эти вот всякие. Да, квадраты мы будем с вами изучать, но только, знаете, друзья мои, когда я готовился, тоже, ну, для меня очень важно дать вам самый сок. Для меня очень важно вот не засорять вам голову, грубо говоря, что то, что я даже на Ютубе смотрел, ну, не знаю, как бы. Если бы меня так учили, я бы ничего, наверное, не понял. Вот, то есть я могу же это как бы сопоставить. Поэтому я старался это в такой язык перевести для вас, чтобы это было понятно вот каждому человеку, даже кто с этим не знаком. А то есть нумерология – это древняя тема, правильно? Естественно. Ну, потому что это тема образов. Это же тема образная. Вот, и, конечно же, она… До нашей эры они начали упоминать или после. Это Пифагор первый вообще придумал или это было до него? Я думаю, что если мы обратимся к ведам славяно-арийским, то там более пяти тысяч лет назад или того дольше. У нас есть, я скажу, значит, по поводу, значит, лет. Есть такой исследователь Светлана Жарникова. Она жила у нас в городе Вологда долгое время и занималась исследованием, откуда мы вообще родом. То есть не финно-угорская вот эта теория, а индоевропейская. Она была у нас в Тарнаге, в Тарнагском районе, где я тоже был. Там есть камень Перунатова, мощное место сила, которое мало кто знает. Вот, и были различные у нее экспедиции с индийцами, с различными там продвинутыми из Индии там товарищами, которые там просветленные, просвещенные. И санскрит, язык санскрита, язык наш, они очень схожие. А раз нумерология и также астрология – это все-таки образ, ну, в том числе и буквенный, и словесный, и этимология слов, она также имеет место быть, я считаю, это очень древнее знание на самом-то деле. Интересно. Ну, слушай, скажи, пожалуйста, кого бы ты… Давай сейчас уже кратко про курсы, а потом ребята зададут вопросы. Вот кого бы ты хотел видеть на курсе, да, и кого бы не хотел видеть? То есть кому он подходит, кому нет? Значит, я бы хотел видеть на курсе людей, те, кто занимается своим развитием, развитием своей личности, развитием своей души. Кроме того, люди, которые, если уже занимаются астрологией, Таро, и как мастера, понимая, что надо расти, надо учиться. Ну, вот я свой пример скажу просто. Раз я вот занимался нумерологией, астрологией никогда не занимался, я не понимал, что там за дома такие, что там за знаки зодиака. Ну, поэтому вот так случилось, что нашел ваше видео, Катерина, по, значит, как делать прогноз на YouTube нашел. Мне очень запало, как вы здорово преподаете, все четко, понятно. Я стал это применять на практике, стал. Увидел, что это имеет место быть, увидел, что да, о, прогноз-то я себе сделал, сегодня так и было, здорово, классно. Ну, и как раз через месяц был набор на натальную астрологию. Я там год сразу оплатил и пришел на нее, чтобы все точно уже прийти. Вот, и поэтому, друзья, я сам такой человек, я такие же хочу вокруг себя видеть людей, которые приходят с позиции, что да, мы хотим учиться, мы хотим развиваться. Кроме того, я хотел бы видеть людей на курсе, которые хотели бы консультировать, научиться. Потому что даже последние занятия у нас полностью будут посвящены практике консультирования. То есть, если на тот момент у вас уже будут первые какие-то клиенты, мы вместе, все вместе будем с вами учиться консультировать, делать консультации. То есть, вы из курса выйдете полноценными консультантами. Кого бы мне, допустим, не хотелось видеть, это люди, которые, знаете, которые скептически негативно настроены, как азотерики, как астрологии. Люди, которые очень мнительные люди, которые не хотят в него что-то вникать. А еще мне бы не хотелось видеть людей, которые прошли какие-то курсы и считают, что это свет истины, на этом свет клином сошелся. Вот я, допустим, скажу даже за себя скажу. Я всегда считал, что дуальная система – это что-то такое не жизнеспособное, не имеющее там оснований, что-то еще. Но ведь по иронии судьбы я пришел к вам, Катерина, и вы именно этому и учите. И когда я стал это в системе рассматривать, тогда я увидел, да, результаты есть. И тогда я пересмотрел свой взгляд на это. А если бы я был таким вот узколобым товарищем и все равно отрицал бы, все продолжал бы это отрицать и категорично относиться, я думаю, что это было бы нефективно. Да, ну то есть не получилось бы увидеть больше. Все правильно, поэтому мне не хочется видеть людей, которые такие вот, ну мы все знаем, да мы там все умеем, да в Ютубе все есть, ну да ладно, вот таких я не хочу видеть людей. Хочется все-таки знать, чтобы была гармония царила, чтобы доверие царила, чтобы мы понимали друг друга с полуслова, с полузгляда. Вот что хочется. Мы хотели бы отдаться Юрию во власть Стрельца. И сегодня Луна в Стрельце, знаешь ли, и она идет на квадрат с Нептуном. Нептун на вершине того квадрата Солнца и Луны. И вот сегодня, когда Луна в Стрельце, люди, они ищут и квадрат с Нептуном, они хотели бы найти какой-то для себя наставника определенного, да, который бы их взял вот так, обнял и повел куда-то к лучшему. Главное не попасть в какую-нибудь секту или еще что-то. Но я знаю, что ты не такой. Ты человек, который заботится о природе, о планете. И поэтому не может от тебя идти не экологичная энергия. Вот. Поэтому я тебе очень сильно доверяю. И думаю, что студенты мои тоже не прогадают и подписчики, если они доверятся тебе. Скажи, пожалуйста, еще такой момент. Вот если говорить о том, чем будет полезен курс, то есть ты можешь сказать до-после, вот какие изменения будут у человека в связи с курсом? Конечно же, это будет, если человек будет делать домашние задания, посещать курсы, особенно занятия по четвергам практические. Специально так выстроил курс, чтобы четверг это была практика. То есть половина теории, половина практики, вот так. Да, специально, чтобы сразу это откладывалось у человека, чтобы он сразу изучал. То есть сразу, как говорится, не отходя от кассы и в долгий ящик не откладываешь, чтобы сразу же это все. Так вот, если до курса у вас будет запрос, допустим, на профессию, на переезд, то есть если у вас будет какой-то запрос на предназначение, чем заниматься по предназначению, то после курса, я вас уверяю, друзья мои, вы найдете и профессию, и предназначение, и поймете, какой вам человек больше подходит для жизни, и поймете, а стоит ли вам менять место жительства. И вот, кроме того, мы всегда с вами какие-то, ну, какие-то важные решения принимаем в жизни. Допустим, продажа квартиры. Важное решение? Ну, конечно же, важное. Наряду с тем, что мы знаем там про Литроград и Меркурий некоторые моменты, мы знаем там некоторые моменты про аспекты, так наряду с этим вы можете еще подобрать себе дату, когда это лучше делать, когда подать им Ленин на Авито, когда заключить договор с риэлтором, когда назначить сделку по купле и продаже, ну и так далее. Вот это же тоже будет очень неощутимо, и для вас это пройдет в легкую, пройдет, потому что, ну, я много таких примеров вам приведу, по датам, по договорам, что происходит, это все будет очень и очень много. Поэтому ощутимые результаты, друзья, вы получите, первое, если вы будете делать то, что я вам буду говорить, второе, если вы будете посещать занятия, и третье, если вы все-таки будете иметь запросы, с которыми вы ко мне придете на курс. То есть не просто я хочу научиться нумерологии, а все-таки рассмотрите это шире. Для чего я хочу определить? Да, профессия, предназначение. Ведь кто-то приедет для себя, чисто вот свою жизнь изменить. Окей, здорово. Вы получите то, что вы хотите. Вообще, друзья мои, очень я бы вам рекомендовал, кто планирует, кто сейчас слушает меня, кто может уже оплатил курс, очень хорошо над этим вопросом подумать, потому что через 4 месяца вы сами придете ко мне и скажете, Юрий, у меня было записано вот это, 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 и это начало приходить. Вот это мы с вами вместе оцениваем и посмотрим. Да, мне кажется, человек на связи с природой точно может к каким-то интересным результатам привести. Слушай, а скажи, пожалуйста, еще один такой момент. Вот вас спрашивает нас Валерия, когда начинается курс? Курс начинается сегодня вечером, уже первое занятие 18.00 по Москве. Будут занятия проходить два раза в неделю, в понедельник и четверг в 18.00 по Москве, по три часа максимум, значит, в понедельник теория, в четверг практика. Записи все, видеозаписи нас в течение суток предоставляются после занятий, можно смотреть в записи, если вам не позволяет рабочий график. Все методические материалы очень хорошо оформлены, все есть. Все остается с вами, ну, гарантию мы даем 3 года, можно будет скачать сразу себе и не париться. Вот, и, конечно, ну, стоимость, как обычно, у нас 5.900 в месяц, и, в принципе, длится он 4 месяца. То есть, я думаю, за это время вы сможете много познать. Подходит вообще начинающим, то есть никто ничего не понимает в астрологии второй или нумерологии, как раз отличный инструмент для дополняющей работы, да. Ну, и те, кто у нас уже учился, конечно, для них есть скидки, и это будете узнавать непосредственно при поступлении. Вот, ну, скажи, пожалуйста, что бы ты, так скажем, пожелал людям, которые пойдут на твой курс, ты уже сказал. Вот у меня вопрос. Ребят, если у вас есть вопросы по нумерологии, давайте, наверное, вот дадим залу узнать что-то про себя. Может быть, какие-то числа вам постоянно. Вот спросила девушка, кстати, тут один вопрос уже есть. Девушка написала. У меня солнце в 22-м градусе. Я постоянно вижу везде цифру 22. Что мне нужно понять? Что это за число 22? Кстати, оно тоже меня часто преследует. Число 22 – это, образно говоря, число мастера-строителя. Мы говорим о том, что человек может начать строить, ну, как в буквальном смысле свой дом начать строить, ремонт начать делать, какие-то изменения какие-то вносить в своем пространстве. Но если мы рассмотрим как бы это внешне, а если внутренне мы рассмотрим, значит, человеку нужно сделать ремонт своего тела, своей какой-то энергосистемы. Человеку нужно выстраивать новое что-то, то, что человеку, может, пока ему непонятное. Также это мы говорим о новых, приобретении новых фундаментальных знаний. Ну, вот, возможно, дама, которая задавала вопрос, возможно, хотела учиться на кого-то когда-то, но у нее это не получилось. Это как пример. Я не знаю этого, но как пример. Значит, имеет смысл к этому вернуться. В этом случае ваш мастер-строитель проиграется так. Вы выстроите фундамент какого-то образования, и на этот фундамент вы сможете опираться. Вот примерно вот об этом идет речь. Я знаю, Катерина, у вас есть в планах постройка дома. Возможно, вам следует потрудиться над проектом, потрудиться над тем, что где будет расположено, и контролировать ход строительства. Потому что число 22 – это еще мастер строительства он построил, но ему надо посмотреть на результат. Вот ему надо просто… Практировать внимание на результат, да, проконтролировать. То есть, грубо говоря, когда вы видите, наверное, число 22-22 на часах, тебе это число, оно как бы намекает, что ты должен обратить внимание на то, как происходит процесс, да, и все ли строится так, как ты их запланировал. То есть, ну, внимание, то есть, свое привлекается таким образом. Интересно эта тема контроля. Я понаблюдаю. А что касается, значит, вопроса из зала. Вот у меня была квартира 31, переехала в связи с событиями. Теперь 22. А вот это вот изменение с 31 на 22, кстати, четверка, и то, и то. Интересно. Почему? Ну, конечно. Ну, почему? Ну, потому что человеку как бы намекают заниматься своим фундаментом жизни. Я только что это описал. То есть, фундамент жизни, квартира – это что такое? Это фундамент жизни, где мы с вами обитаем большую часть его времени. Ну, может, не все, конечно, но большинство людей так точно. Получается, что вы с одного фундамента, на котором вы наработали жизненный опыт, вы переехали в другое место. И теперь вы выстраиваете жизнь заново свою, как мастер-строитель по числу 22. И то, что вы наработали в своей жизни до событий, вы сейчас это выстраиваете здесь, применяя все то, чему вы научились ранее. Ну, грубо говоря, для вас выступил момент такого перелома в вашей жизни. Но классное то, мне кажется, что вот вообще 22 кажется более уравновешенным числом, которого не одна ножка стула длиннее, а другая короче, а у которого обе ножки, они равноценны. Значит, тот опыт, который вы получили, теперь вы сможете правильно распределить, чтобы он был взвешен. И на этот раз будет лучше, этот фундамент будет прочнее, а не так, что стул падает на одной ноге как-то и что-то непонятно происходит. Друзья мои, ну-ка я вам вопрос задам. А вот число 2 вам какой образ напоминает? Вот вы про 22 пишите, ну-ка вот нарисуйте, или вот представьте образы, число 2. Вам что-то напоминает? Напишите-ка в чатике. Мне напоминает, вот я могу сказать, союз, да. И, ну, это не само число, просто когда 2, это 2 человека. Также мне очень напоминает это лебедь, перевернутая пятерка. Вот, вам напоминает лебедя. А что мы знаем про лебедей, друзья мои? Какие факты? Что вы можете рассказать про лебедя? Ну, просто факты из школы, просто школьные факты. Ну, видели, вы, наверное, никак эти лебедей видели. Ну, лебедь это двойка. Ну, двойка, да. А самоптичка, что вы можете сказать? Ну, я так знаю, что это тема преданности в любви. Потому что лебеди, они умирают друг за друга. Правильно. Там, они не будут другого партнера искать. Правильно. Но, мало того, это еще тема гармонии. Это всегда парни. Вот пишут люди, парни, семья. Значит, по числу 22 мы еще говорим о том, что это пространство гармонии, которое вы выстраиваете. Вы не просто что-то строите вокруг. Это сердечко. Да. Это еще говорит о том, что вы строите гармонию вокруг. То есть, вот события произошли, для вас сменилось пространство, чтобы вы что выстраивали это в итоге? Гармоничные отношения в вашей жизни. С кем? С собой в первую очередь. Чтобы обратить внимание на себя. Потому что, когда была пандемия, это были первые звоночки. Обрати внимание на себя. Как ты живешь? Страхами или любовью ты живешь? Сейчас другой этап идет. То же самое, но сюда живут. Дальше еще будут интересные моменты. Мне кажется, что она еще напоминает половинку сердечка. Как будто этот человек родился половинкой в поиске своей второй половинки. В поиске отношений со своей душой в первую очередь. Ну да. В поиске своей второй половины. Ну я еще привожу образ Ини-Ян. Еще сюда же подходит образ Ини-Ян. Вот две половинки тоже. Какие вопросы еще есть? Сейчас очень много тут вопросов понеслась, как говорится. Слушай, у меня вопрос от себя, пока я читаю другие. Скажи, этот момент, связанный с тем, можно ли вычислить число родов. Вот есть люди, у которых говорят, у меня мама там родилась 17-го числа, я родилась там 17-го, бабушка умерла 17-го. Ну вот можно ли вычислить какое-то общее число, которое преследует как бы линию какую-то в роду или что-то такое? Что это значит? Ну, если честно, я более широко на это смотрю. Значит, число родов как таковое, это нужно смотреть по фамилии. Это, во-первых, но фамилии же меняются. Я смотрю более глубокие вещи. То есть если мы возьмем несколько человек из семьи, ну допустим, возьмем вас, вашу маму, папу, бабушку. И, допустим, мы возьмем, допустим, фамилию вашу. У вас фамилии были разные или одинаковые? Ну, у меня, у мамы разные, то есть другая. Ты думаешь, что это просто фамилии? Значит, если мы переведем числовое значение фамилии, мы просто сложим до одного числа. Ну, потому что род это всегда фамилия. Как раньше говорили. Я там человек, значит, меня зовут Юрий, я сын такого-то, такого-то. Значит, вот эти украинские фамилии заканчиваются на КО. Значит, КО, вот это окончание КО, оно значит, это причастность к какому-то роду. Ну, допустим, фамилия известная Матвиенко, значит, это причастность к Матвею. У меня, у дедушки, была фамилия Нитименко. Это нет имени. То есть это какой-то безымянный род. То есть он образовался вот так. Поэтому если вы, Катерина, возьмете свою фамилию, фамилия разная, то, что вы говорите, вашей семье, и вы сложите до одного числа, значит, первое, что или это будет одно число, или это будут разные числа. Если это одно число, это ответ на ваш вопрос. Если это будут разные числа, значит, род сменился, родовые энергии сменились. И пошло новое ветка строительства рода. Про это ты тоже на курсе расскажешь? Да. Отлично. Это называется квадрат инклюзии. А, класс. Как раз спрашивают, что это за тип вообще нумерологии у тебя. Вот человек, видимо, разбирается, это матрица судьбы, это квадрат Пифагора, или это Таро-нумерология. Значит, у нас будет много разных инструментов из того, что вы перечисляете. Про Таро мы тоже скажем. Значит, то, как арканы связаны с нумерологией. У нас будет отдельная тема по квадрату талантов. Она построена на арканах Таро, поэтому там я вам дам тоже дополнительно видеоролики. Я нигде о них не говорю. То есть методы Кшановской, например, может быть, там что-то такое с Джулипой, я так понимаю, тоже она же совмещает. Ну, давайте я не буду о них говорить просто. Ну да, да. Давайте я промолчу. Но я скажу так. Значит, то, что те инструменты, которые я даю, они первые практически будут все. Вы можете по факту увидеть результат на своих жизнях. А второе, я считаю, что настоящий мастер – это тот, кто трудится на стыке различных методов. Почему я пошел в астрологию? Потому что я, с одной стороны, у меня нумерология, с другой стороны – астрология. Как мастер трудиться на стыке двух ниш, вот таких глобальных, это, я считаю, это здорово. А также и нумерология. То есть есть, вот вы перечисляете там, по Таро вы перечислили, Пифагора вы перечислили, Матрица Судьбы вы перечислили. То есть это будет синтез, правильно? Правильно. Ну все, отлично, это же самое эффективное, выбрать самые рабочие методики. Слушай, Юра, я прошу прощения, но у нас, к сожалению, заканчивается время. Теперь Инстаграм режет эфиры, раньше он так не делал. Вот, так что у нас осталась минутка, я тогда буду прощаться, но с тобой я еще к ребятам вернусь. Ребята, мы продолжим с вами следующий эфир про татуировки для знаков Зодиака, возвращайтесь. А про Таро вы сможете спросить в Телеграм-канале или у меня в Директе. Я отдам все ссылки под видео на Юру и подробно расскажу еще раз, опишу, что за курс и о чем он. Так что, Юра, что бы ты хотел пожелать? На прощание у нас 40 секунд. На пожелание хотел бы. Я жду своих богинь, потому что Стрелец это херон, это тренер богов. Поэтому моих богинь я жду на своем курсе. Будем вместе развиваться и вместе расти. Всех вас обнимаю, всех вас жду на своем курсе. Катерина, рад был знакомству и эфиру. Я тоже, очень рада, Юра, ты замечательный. Увидимся скоро. Ребята, приходите, продолжение эфира сейчас про тату. Все. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok